Баттлфрейм Викли Разработчики из студии Гармоникс, которая специализируется на ритм-геймах, и вы можете их знать по играм Guitar Hero, Rock Band и Dance Central, решили сменить свой курс и сделать игру про музыку. Ну как про музыку, это шутер. Звучит необычно, но ничему нельзя удивляться, когда в этом мире есть симулятор камня. Но вернемся к Гармоникс. Их новая игра будет носить название Хрома. Это многопользовательский шутер, где вашим оружием будут звуки, а саундтрек будет динамически подстраиваться под стиль ведения боя и являться непосредственным участником процесса. Как и во многих соревновательных играх, нам на выбор предоставляется некий набор классов. Это Assault, Engineer, Snake, Supper и Tank. У каждого из них свой стиль ведения боя и набора оружия. Ну, в смысле звуков. Записаться на альфа-тест можно уже сейчас. Valve никогда не перестанет удивлять своих поклонников. На этот раз в Steam появится Free-to-Play. Но это не то, о чем вы подумали. Так называется фильм, который 18 марта пустят в кинотеатрах Сан-Франциско. А уже 19 числа абсолютно для всех, бесплатно, будет доступен в Steam. Это документальный фильм, который повествует о жизни профессиональных игроков в Dota 2. И нет, это не документалка о морских обитателях. Здесь все серьезно. Главными героями здесь выступят три киберспортсмена. Данил Дэнди и Шутин с Украины, Бенедикт Хайхай Лим из Сингапура и Клинтон Фир Лумис из США. Мы окунемся в их быт, познакомимся с семьей каждого из героев и вообще побольше узнаем о них. В связи с этим, естественно, Valve заодно распродает и специальные игровые наборы под названием Free-to-Play Competitive Pack, включающие в себя скины и курьеров для Dota 2, созданных непосредственно Дэнди, Хайхай и Фир. Если кто помнит, то 23 мая должен состояться релиз Wolfenstein The New Order. Должен и должен, вроде обычный шутан с знаменитым прошлым. Так почему мы должны о нем вспоминать именно сейчас? А должны, потому что Bethesda Softworks опубликовала свежий видеоролик, частично демонстрирующий геймплей. Все весело, задорно, но... В конце ролика нас ожидает приятный и шокирующий сюрприз. За предзаказ грядущего в Wolfenstein можно получить доступ к Doom. Там не присутствует цифра 4, но мы-то понимаем, что это новый Doom. После стольких лет молчаний и откровенных неудач, IT Software все-таки выпустит продолжение. И будем надеяться, игра получится как минимум отличной. Но будет еще забавнее, если это все просто рекламный трюк, чтобы Wolfenstein The New Order продался лучше. В понедельник, а именно 17 февраля, закрытый бета-тест игры Titanfall превратился в открытый, дав возможность каждому желающему испробовать дебютное творение студии Respawn Entertainment. Помимо этого, удалось узнать, что на момент релиза в игре будет доступно 15 карт для мультиплееров, на которых каждый может показать, что его Титан больше. Если вы по какой-то досадной причине пропустили ОБТ, то вы сможете у нас на сайте легко найти видеопревью данного проекта. Разработчики хоррора Daylight обещают нам, что их игра превзойдет все наши ожидания. Хотя, по сути, кто ее ждет? В игре присутствует все для добротного next-gen ужестика. Современный движок Unreal Engine 4, процедурная генерация локаций, благодаря которой каждое последующее прохождение будет не похожим на предыдущее. Верить в вышесказанное, конечно, хочется, но, вспоминая последние проекты Zombie Studios, а я напомню, что этими проектами являются игра-адаптация Пилы и Blacklight Retribution, невольно ловишь себя на мысли, что разработчики слишком уж приукрашивают. Но не стоит раньше времени огорчаться. В довесок ко всему создатели выпустили наполненный пафосом, но от этого не ставший хуже трейлер, повествующий нам о том, что же такое быть человеком. Игра появится на ПК и PS4 в апреле этого года. Борьба за заветные 60 FPS на консолях нового поколения набирает все новые и новые обороты. При каждом удобном случае разработчики своих игр рассказывают, на каких же консолях их игра будет смотреться куда лучше. Вот и Хидео Кодзима рассказал, что Prologue Metal Gear Solid V Grand Zeros, который выйдет 18 марта как на старых, так и на новых консолях от Sony и Microsoft, будет лучше всего смотреться, кто бы мог подумать, на PlayStation 4 и выдавать при разрешении 1080p 60 FPS. В свою очередь, флагман от микро-мягких будет выдавать все те же 60 FPS, но при 720p. На Current Genie же игра будет идти в разрешении 720p с 30 FPS. Все это, конечно, забавно выглядит, и ни для кого не секрет, что в последнее время победу одерживает консоль от Sony. Но не стоит забывать, что графон в игре не самое главное. Я, конечно, не говорю о том, что он совсем не важен, но ключевыми факторами в игре должны оставаться оригинальный геймплей и захватывающий сюжет. Говоря о геймплее и сюжете, стоит упомянуть о человеке, который умело совмещает эти понятия. Я говорю, конечно же, о Дэвиде Кейдже. 14 марта основателя Quantic Dream наградят высшим знаком отличия, и он станет кавалером Ордена Почетного Легиона. Это будет первый раз, когда награда вручается человеку из игровой индустрии. Будем надеяться, что это сподвигнет Кейджа на разработку игры куда лучше, чем прошлогодняя Beyond Two Souls. На этой неделе в сети появился видеоролик одного из эксклюзивов для PlayStation 4, а именно The Order 1886. Чем же игра может нас удивить? Да по сути ничем. Игра представляет из себя такой жанр игр, как «Укрывайся, перекатывайся, катсцена». То, что графика здесь next-gen во все поля, никто не спорит. Но в остальном пока next-gen'ом не пахнет. Игру стоит ждать лишь только из-за сеттинга. И из-за того, что на PS4 пока туговато с играми. Говоря о Sony, стоит упомянуть, что перед тем, как запускать консоль в Японии, Sony Computer Entertainment похвасталась перед всеми, что на данный момент их консоль разошлась тиражом свыше 5 миллионов 300 тысяч. А также говорят о том, что не только перед праздниками их консоль разбирали как горячие пирожки, но и после ажиотаж не стих. Мало было этого, так они успели вспомнить про своего прямого конкурента и поведать всему свету, что в итоге за январь PS4 в США продалась чуть ли не в два раза больше, чем Xbox One от Microsoft. А вот Microsoft не сильно-то желает хвастаться своими продажами. Оно и понятно. Зато они спешат утихомирить пыл своих поклонников, а именно преданных фанатов серии игр Gears of War. Уже всем известно, что новая часть франшизы находится в разработке, но фанатов естественно зудит в одном месте, и им срочно надо узнать больше подробностей о проекте. В связи с этим глава Microsoft Studios Фил Спенсер сообщил всем через твиттер, что разработчики еще только-только взялись за проект и о том, что торопиться они не собираются. Да и пусть не торопятся. В игровой индустрии полно примеров игр, которые делаются на коленке буквально за год. Например, Activision не устает доказывать, что так игры делать можно, но совершенно не нужно. Иррешенал Геймс осталась без своего основателя Кена Левина, который примкнул к Take-Two для разработки новой игры. Пока все ждут второго сезона The Walking Dead, Telltale Games подогревает интерес фанатов новыми скриншотами. Гонка Forza Motorsport 5, которая была в стартовой линейке Xbox One, продалась более миллиона раз, и это не предел, утверждает Microsoft. Square Enix наконец-то заметила ПК игроков и заявляет, что следующая часть Final Fantasy обязательно появится на православной консоли. Sacred 3, по заявлению издательства Deep Silver, выйдет не позднее лета этого года. Разработчик Wasteland 2 лично признался, что не знает дату релиза своего детища. Вы смотрели видео-дайджест Battleframe Weekly. До встречи через неделю. Смотрите продолжу.